Планируешь возвращаться? После этих вопросов уже нет. Где-то кто-то слышал, проверяло мою кредитную историю, лайки в запрещенной соцсети. Смотри, не хочу. Не захотели. Это же он не удалил информацию, дискредитирующую. Кому-то прямо здесь задавали вопросы. Одного мужчину поставили к стене. Привет, просветители. Если вы смотрели мои предыдущие ролики или подписаны на мой телеграм-канал, где неожиданно возродилась рубрика «Русский язык с Остаповым» с правилами и странными подкатами, то знаете, что я уже пару недель нахожусь в Бишкеке, в столице Кыргызстана. Попасть сюда из Москвы сейчас не представляет особого труда. Самолеты все еще летают, виза россиянам не нужна. Красота! И если вас не остановят на границе, в отличие от меня, то ваш отдых, путешествие, может быть, начало эмиграции, мы на этом канале, естественно, такое не поддерживаем. Где родился, там и пригодился. Даже если твоя страна готова объявить тебя врагом и инагентом, сиди и наслаждайся. Так вот, ваш путь из точки А в пункт Бишкек пройдет без сучка и задоринки. Но, как вы поняли, это не моя история. Честно говоря, с моей потрясающей удачей я даже не сомневался, что меня отправят на дополнительную проверку. Ну вот, меня и отправили. Водные данные, которые, как мне кажется, достаточно важны. У меня нет судимости. Пока что. Я не планировал уезжать навсегда и не пытался эмиграцию выдать на границе за недельный отдых. А вдруг прокатят? Я не перевозил какие-то потрясающие суммы с собой. Вы про отключение монетизации на ютубе слышали? Вот, кстати, большой пост о том, сколько я сейчас получаю. Это моя не первая поездка за рубеж. У меня в загранпаспорте много печатей. Я летел из Домодедова. Многие такие же счастливчики говорят, что именно там веселее всего. И в разговоре с девушкой на паспортном контроле я абсолютно честно отвечал на все вопросы. И, естественно, никого ни к чему не призываю. Товарищ майор, отметьте это в своем рапорте. Запишите прямо сейчас. Но у меня сложилось стойкое ощущение, что если бы я не был таким законопослушным, то мог бы избежать множества проблем. После 24 февраля многие айтишники, фрилансеры, блогеры решили, что им будет спокойнее жить в другом месте. Например, в Армении или Грузии. И релокация в эти страны приняла массовый характер. Пару роликов назад я об этом подробно рассказывал. С официальной статистикой, цифрами. Если интересно, посмотрите. Желательно с VPN. И приблизительно в это же время в сети стала появляться информация, что некоторых мужчин, скажем так, не очень охотно выпускают из страны. И сначала это была буквально пара историй. Где-то кто-то слышал. Потом появились подборки в различных статьях. В том числе потому, что и сами журналисты пытались уехать. И столкнулись вот с этим. Затем родился целый телеграм-канал, посвященный историям на паспортном контроле. И там есть что почитать. Но, честно говоря, я не особо вникал в эту ситуацию. Обо всем движу узнал гораздо позже. Когда уже не просто какой-то парень в интернете, а моя знакомая, тоже блогер, улетавшая в Ереван, была приглашена в отдельную комнату. И ее рассказ полностью совпал с тем, что писали в интернете. Через пару дней уже я сам купил билет в Бишкек и начал погружаться в тему бесед с пограничниками. Я уже тогда понимал, что мне это пригодится. Как, надеюсь, и вам мой рассказ. Хотя нет, надеюсь, что он вам не пригодится. Дальше повествование построим так. Я буду рассказывать, что делал я и что приключилось со мной и озвучивать советы из интернета, которыми я не особо воспользовался и в итоге оказался там, где оказался. И вот тут возникает главный вопрос. Почему я решил на все отвечать честно? Я бы мог сейчас сказать, что я самый правдивый человек на свете, но я же не обманываю. Все предельно просто. Я, да и все мы, по закону имею право выезжать из России, возвращаться, делать это сколько угодно раз и по тем причинам, которые только мне важны. До тех пор, пока не нарушаю законодательство РФ и той страны, в которую въезжаю. Уважаемые патриоты, идите лесом. Я ни у кого не воровал деньги, не проворачиваю коррупционные схемы, не отправляюсь отмывать что-то. А жаль, к таким товарищам обычно никаких претензий. Если человек может позволить себе честно жить за границей неделю, месяц, полгода или вообще уехать навсегда, флаг ему в руки. Это его конституционное право. Пока что. И поэтому я не собираюсь изворачиваться и придумывать какие-то фантастические истории, каких-то непонятных родственников, бабушек, дедушек, чтобы воспользоваться своим законным правом. Хотя вот сейчас, как обычно, подхожу к окошку, отдаю паспорт, здороваюсь, улыбаюсь. Ну, знаете, от улыбки, хмурый день. Снимите очки. В паспорт на меня. В паспорт на меня. Неужели я так постарел? Где остановитесь в Кыргызстане? Сообщаю, что у меня уже забронированы апартаменты. Кстати, возможно, я даже сниму рум-тур. Это, если что, я не ей сказал. Это я вам свои планы озвучил. Опять поднимает документы. В паспорт на меня. В паспорт на меня. Опять в паспорт. Опять на меня. И, возможно, все, что произошло дальше, связано с тем, что я слепой. Без очков я буквально уже вот так вот сообщение в телефоне не прочитаю. Можете не писать. Соответственно, лицо дамы в окошечке я не вижу. Разговаривать вот так не очень комфортно. Ну, привык я смотреть глаза в глаза. А тут просто светлый блин. Может быть, поэтому я выглядел некомфортно и подозрительно. У-у-у-у. Хотя, сомневаюсь, что все, кого отправляли на беседу по душам, носили очки. Сколько планируете оставаться в стране? Около месяца. Кстати, сейчас вот думаю, что поживу в Бишкеке дольше, потому что на данный момент вообще не вижу какого-то особого смысла своего нахождения в Москве сейчас. Есть обратный билет. И вот тут абсолютно все говорили, что наличие обратного билета снимает огромное количество вопросов. Заметка на полях. Билеты можно сдать, если вы вдруг решите не возвращаться. На этом рейсе, опять же, где родился, там и пригодился. У меня билета не было, и я объяснил это тем, что сейчас вообще непонятно, что будет с рейсом буквально через неделю. Посмотрите на уральские авиалинии. Поднимаем паспорт. В паспорт на меня. В паспорт на меня. Вы тоже заметили некую закономерность? Кем вы работаете? И весь интернет. Только не говори, что ты айтишник. Я ай... Я вас умоляю. Я индивидуальный предприниматель. Блогер. До сих пор не вижу смысла это скрывать. Дальше. Правильно. В паспорт на меня. В паспорт на меня. Ну, вы уж поняли. Еще нужно дополнить, что все это происходило гораздо медленнее. После каждого вопроса девушка что-то очень долго печатала. Проверяла мою кредитную историю. Лайки в запрещенной соцсети. И к этому моменту я уже вообще не сомневался, что сейчас отправлюсь не в дьюти-фри. Ура, я оказался прав. Кто бы мог подумать. Поднимает трубку телефона, что-то там шепчет. Пожалуйста, сделайте два шага влево. За вами сейчас придут. Дважды ура. Через пару минут приходит молодой человек, забирает паспорт и предлагает пройти. Не в номера. Сразу же за будкой паспортного контроля останавливается. Просит снять очки. В паспорт на меня. В паспорт на меня. Пройдемте. За одним из рядов кабинок паспортного контроля оказывается располагается небольшой коридор. Импровизированный зал ожидания. Казни. Там уже сидело человек 20. Большинство из них не россияне. Потому что им возвращали не российские документы. Ожидайте. И дальше началось приблизительно полчасовое ожидание. Я тут же написал своему менеджеру в агентство. Мало ли, вдруг адвокат понадобится. Может быть в мои ролики наконец-то кто-то важный посмотрел. Например, Кравцов. Решаю проверить свой телефон. Многие рекомендовали почистить мобильник. Удалить телеграмм. Проверить подписки. Пролайкать Соловьева и Симонян. Особенно видос, где Симонян с улыбкой о ядерном ударе рассуждает. У меня, естественно, ничего особо предусудительного в телефоне не было. Ну а самое главное, я уже 24 числа выпустил ролик. Так что, чисти, нечисти. Вообще, я опять же никому ничего не советую. Товарищ майор, обратите внимание. Но мне кажется, полное удаление соцсетей не лучшая стратегия. Потому что люди, которые будут вас проверять, не дай бог, все-таки не вчера на свет появились. У моей знакомый телефон забирали и просматривали все. Кого-то якобы заставили установить твиттер и телеграмм, чтобы проверить чистоту совести. Насколько это правдивая информация, естественно, не знаю. Меня эта чистка телефона в любом случае не особо касалась. Моя гражданская позиция в открытом доступе. Смотри, не хочу. Не захотели. Единственный момент, меня напрягали комментарии в телеграмме. Потому что люди из других стран, да и из России, там вообще зачастую не понимают, что если совсем не фильтровать то, что ты пишешь, ты подставляешь не себя, а владельца канала. Но это же он не удалил информацию, дискредитирующую. О чем могут спрашивать? Например, с чем столкнулась моя знакомая? Как относишься к Путину? Что думаешь о спецоперации? Призывала ли к митингам? Планируешь возвращаться? После этих вопросов уже нет. Переводила ли деньги в запрещенные организации? В общем, я к чему-то подобному тоже начал готовиться. Как оказалось, зря. Периодически из двух кабинетов выходили пограничники. Кого-то просили пройти в эти самые кабинеты. Кстати, я сейчас подумал, я, пожалуй, даже не видел, чтобы оттуда кто-то возвращался. Нарния. Кому-то прямо здесь задавали вопросы. Одного мужчину поставили к стене, не для расстрела. И начали фотографировать. При этом это выглядело максимально странно. Потому что девушка с фотоаппаратом отпускала в его сторону какие-то непонятные комментарии. И смеялась. Как я говорил, где-то через полчаса подошли ко мне. Ну, естественно. Паспорт я, паспорт я. Все те же самые вопросы, что и на паспортном контроле. Вплоть до того момента, когда речь зашла о блоге. Это ваш единственный источник дохода? Вы сможете работать с Кагастаном? Ведь, по сути, вы можете снимать ролики из любой точки мира. Эм, да. За что вам платят деньги? За развращение России. Объясняю, как работают интеграции. А кроме блога вы точно нигде сейчас не работаете? А блог у вас монетизируется только на ютубе или в других соцсетях? Объясняю, что зарабатываю только здесь. Ну, как зарабатываю? А сколько у вас подписчиков? А покажите свой канал. Думал, что вот сейчас заберу телефон, но разрешили показать и своих рук. А о чем у вас видео? Объясняю, что главная тема канала образование. Главное? Значит, есть и другие. Продолжаю их смотреть, пока я листаю свои ролики. Хорошо. Ура, мне сейчас наконец-то отдадут паспорт и отпустят на все четыре стороны. Разворачивается и уходит. Смотреть мои видосы на большом экране. Проходит еще минут 15-20. Выходит уже другой пограничник. Те же вопросы. Куда? Когда? Зачем? Отвечаю, наверное, уже в десятый раз. И мне отдают паспорт. Аллилуйя. Вот такая история. Хочу ли я еще раз через все это проходить? Нет. Но если учитывать, что меня даже в отдельную комнату не пригласили, а некоторых так долго держали, что даже самолет улетел, то, в общем-то, мне очень сильно повезло. Вот такое понимание везения в 2022 году. Напишите в комментариях, если хотите ролик о Кыргызстане с точки зрения россиянина. Почему Бишкек? Плюсы, минусы? Я, конечно, не эмигрировал и живу здесь меньше месяца, но думаю, на какие-то интересующие вопросы ответить смогу. А если вам понравилось это видео и вы хотите меня поддержать, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. К тому же, мне кажется, там достаточно интересно. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.